В общем, процедура проходит так, что изначально подходишь к посольству, там собирается уже группка людей с разными видами виз, и будет ждать человек со списком людей, которые записаны на данный день в посольство. Лучше сразу подойти к этому человеку, но он видит, кто новые люди подошли, он сам подзывает, говорит он только на английском языке. Переводчика на входе нет, поэтому лучше знать название своей визы, какое оно необходимо. Я просто сказала свою фамилию, наименование визы, и он проверил по списку, что я там есть, и все, сказал подходить к дверям. Дверь открывается автоматически, там выглядывает девушка, она приглашает пройти, нужно снять все металлические приспособления из себя, мне даже пришлось разуться, потому что у меня в сапогах звонки перенчали. В общем, посольство зашло босиком. Там нужно обязательно оставить телефон, оставить портативные зарядки, наушники обязательно. В общем, в руках должны быть только документы, больше ничего не допускается. Проходишь, одеваешь свои вещи и заходишь непосредственно в посольство. Везде сидит охрана, они как бы руками показывают, куда дальше идти. Там такой момент непонятный, когда ты заходишь и спускаешься вниз, там, где будет проходить уже собеседование, у всех людей, которые сидят на стульях, у них уже есть квиточек с номером, к которому подходит, у тебя, соответственно, квиточка нет. Нужно сесть, я подошла к людям, спросила, нужно сесть на видное место, чтобы тебя видел принимающий документы человек, он тогда подзовет. Она спрашивает, есть ли еще люди, на русском языке она спрашивает, есть ли еще люди на визы, ты там поднимаешь руку, иммиграционный именно, там будет 13-е окошко, все иммиграционные визы только 13-е окошко, все остальные окошки это не для иммиграционных виз, для туристических. Она подзывает, подходишь и по списку она называет документы, там, свидетельство рождения, запись, там, еще какие-то свидетельства, и все, потом она говорит, присаживайтесь на место, я вас еще подзову снять отпечатки пальцев. Вы уже садитесь с номерком и ждете, пока загорится ваш номерок, либо она вызывает по фамилии, там зависит от количества людей, как я поняла. Потом они вызывают, подходитесь, даете чисто отпечатки пальцев, садитесь обратно на место, ждете, пока придет консул, до этого работал просто человек, принимающий документы. Весь поток людей, которые в данный момент находятся с вами в помещение, они все должны пройти. Консул приходит только тогда, когда уже все сдали отпечатки пальцев, все сдали свои документы, только тогда начинается собеседование. У меня на это время ушло, вообще у меня ушло 4 часа, я в посольстве провела от начала до конца, но из опыта других порядок у них было 2-2,5 часа. Мне не повезло, было много очень людей. Вот, потом приходит консул, и в таком же порядке, как сдавали отпечатки пальцев, вы начинаете проходить собеседование. Очень приятная женщина-консул, я не знаю, всегда ли она работает, но она просто замечательно сразу же спрашивает, нужен ли переводчик. Я ответила, что нужен, но в процессе беседы, в принципе, мы с ней общались на английском, она задает достаточно понятные элементарные вопросы, все очень легко и просто. Сразу же складывается дружелюбная обстановка, что перестаешь волноваться. Она задала мне несколько вопросов, буквально 3-4 вопроса. До этого я видела, что она, пока я сидела, просматривала мои доказательства, смотрела фотографии, которые жених выслал, и все у меня, она доказательства уже не спрашивала. Но у всех по-разному. Все спокойно пришли, все, кто был и передо мной, и после меня я там немножко еще задержалась. Потом она заканчивает беседу, говорит, что все выглядит хорошо, вы можете завтра забирать свой паспорт. Белорусы забирают паспорт в этом же помещении. На следующий день к 3 часам нужно прийти, лучше немножко заранее, они впускают заранее. Вот, все, вы уходите, паспорт остается у них, они дают вам бумажку, на которой написано, как действует ваша виза. И еще, там есть такой пункт в этой бумажке, которым вам выдадут, что когда вы приходите забирать уже паспорт с визы, нужно иметь документ, подтверждающий вашу личность. Я очень испугалась, потому что у меня этот документ забрали, и, соответственно, у меня ничего нет. Но, как оказалось, это там для другого написано, это нас не касается. Просто приходите с этой бумажкой, и все, ничего не требуется. Называйте фамилии, вам выдают конверт закрытый, который нельзя вскрывать, и отдают паспорт. В паспорте нужно проверить все данные, и к вашему номеру кейса в конце будет добавлено несколько цифр, на них не нужно обращать внимание, не пугаться, все хорошо. Вот, собственно, вся процедура получения визы. Продолжение следует...